Двух школьниц с сильнейшим отравлением метанолом доставили на реанимобиле в седьмую больницу Казани. Одна из девочек по дороге впала в кому. Состояние одного из подростков крайне тяжелое, находится в коме на искусственной вентиляции легких. Второй подросток в средней степени тяжести. Первые 72 часа после получения опасной дозы метанола самые критичные, говорит токстиколог Альяна Сибулина. У отравившихся девочек-подростков сейчас организм находится в остром периоде. Как только он пройдет, будут понятны дальнейшие прогнозы. Врачи заверили, что пока делают все возможное. В суррогатах алкоголя метиловый спирт, петиленгликоль, изопропиловый спирт относятся к суррогатам алкоголя. Самое опасное, что это нейротоксический яд. И, к сожалению, летальный исход очень высоко вероятен, если нет вовремя оказанной квалифицированной токсикологической помощи. Первичные признаки отравления суррогатным спиртом – острая боль в животе и нарушение зрения, говорит токсиколог. Главное – в течение 24 часов обратиться за помощью, иначе вероятность летального исхода будет слишком велика. Пока девочки не признаются, как именно в их руки попал алкоголь. Однако, как известно, производители контрафакта мало заботятся о здоровье потребителей. Как правило, они закупают компоненты для изготовления алкоголя, устраивают кустарное производство у себя в гараже или на складе. Сегодня стало известно, что таких бизнесменов задержали в Казани. В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту реализации спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции с признаками контрафакта. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции у МВД России по городу Казани изъяли спиртосодержащую продукцию без соответствующей документации. У мужчин изъяли 1300 литров спирта. Эта жидкость хранилась в пластиковых канистрах, а затем разливалась по флаконам. Жертвами такого бизнеса, скорее всего, и стали девочки из Бугульмы. Как стало известно, они из благополучных семей. Теперь тех, кто продал или даже угостил их алкоголем, с большей долей вероятности ждет суд.